Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Это легко, для неопытных игроков средний, мастер, для опытных игроков и эксперт, для самых опытных выживших. Но эксперт это, конечно, жёстко. Если вы прошли официальные кампании, то очень советую скачать вам кампанию Back to School. Обратно в школу или возвращение в школу, потому что действительно она длинная кампания, там много всего интересного можно найти. Мне она лично очень понравилась. Это любительская кампания, точнее набор кампаний. Что тут ещё? Прерваться, это когда вы играете по сети. Давайте я вам покажу на примере сети. Сейчас выйдем из игры. Ну здесь вот один игрок. Жмём вправо. Кампания, игра, совместные кампании по сети. Вот у меня тут, кстати, серверов группы Steam найдено 122 аж. Это много. Если у вас пиратка, то нужно выбирать игра на сервере группы Steam. Но у меня рэпак. Тут уже всё настроено, поэтому я по этому поводу не заморачивался. Вот, находим тут. Желательно самый низкий пинг. Выбирать сервер. Ну, давайте прокрутим. Тут не на все можно зайти. Некоторые есть официальные. На них в пиратке невозможно войти. Сейчас, ну давайте попробуем сюда войти. Присоединиться к игре. Жмём. Вот идёт загрузка. Так. Ждём, пока загрузка завершится. Вот сейчас можно нажать на левую кнопку мыши. Мы будем играть в роли Рошель. Это режим отошёл. То есть, жмёте во время игры по сети «Прерваться». И, например, вам там нужно перекусить или ещё что-то. Отойти временно. Жмёте «Прерваться». И за вас будет играть в это время. Вами будет управлять компьютер. То есть, вашим персонажем будет управлять компьютер. А потом так же приходите и уже сами играете. Вот эта вот полезная функция здесь есть. Вот. Голосование. Что здесь ещё? Так. Вернуться в лобби. Начать новую кампанию. Можно голосовать. Тут вот список кампаний. Если большинство игроков проголосует «За», то автоматически вы перейдёте на выбранную вами кампанию. Загрузите. Здесь также рестарт кампании. Выгнать игрока. И изменить общий голосовой понятие, что это, в общем, неактивная опция. Даже, в частности, я не знаю, что это. Ну вот, давайте. Ну вот. Видим с реальными людьми. То есть, люди... На индикаторах тут видно, что, где написано «Элис и тренер», это значит «боты». То есть, компьютером управляются. А вот «Макс», например, это уже действительно реальный игрок. Просто его сейчас убили. Ну и здесь какой-то особенный сервер. Например, тут ещё грязь вот в лицо. Такого нет в обычном оригинале. А это пиратские серверы. И на таких серверах могут быть какие-то дополнительные фишки. Поэтому советую тоже посмотреть такие сервера. Вот, кстати, там видели «Security», было написано. Это тоже не особые заражённые, а просто заражённые, одеты в кипировку. У них одет этот бронежилет. В общем, это спецназовцы. И если вы им в лицо, ну то есть в переднюю их часть стреляете, то им толку там не будет от этого, и вы таким образом их не убьёте, или же нужно будет очень много стрелять в них. А если вы со спины в них будете стрелять, вот тогда вы их убьёте. Так что советую сразу в спину стрелять таким заражённым. Вот. Вот, кстати, тут Фрэнс из первой части игры. Ну, это вы поймите, что он тут делает, когда пройдёт всё-то в сиху баню. Вот. Ну, в целом, вроде бы пока всё, что я хотел вам рассказать об этом режиме. По других режимах, по возможности, я чуть позже, возможно, сниму видеообзор. Ну, а пока что на этом всё. Спасибо за внимание. Ждите моих следующих видео и подписывайтесь на мой видеоканал. Я в YouTube NeoWalter. Всем пока.